Профессионалы подводного плавания разработали и внедрили в жизнь проект под названием «Подводное плавание как мета социальной адаптации людей с ограниченными возможностями». Инициаторами проекта стали Конфедерация подводной деятельности России, Анапский клуб «Акваглобус» и международный журнал «Инвертум». Два года назад в Анапе были открыты курсы для инструкторов подводного плавания, которые были ориентированы на обучение инвалидов. С тех пор работа в этом направлении активно продолжается. Четыре человека с ограниченными возможностями здоровья сегодня получают сертификаты дайверов. Бран Каравнак, президент Международной ассоциации дайверов-инвалидов, проживающий в Словении, был в этом деле первопроходцем. Все делалось безвозмездно. С одной лишь верой в то, что этот метод очень эффективен в адаптации инвалидов. Никита Ванков благодаря дайвингу стал чувствовать ноги. Два года. И у вас уже есть собственные дайверы-инвалиды. У нас есть Никита, первый парадайвер, который может погружаться на глубину 40 метров. Я имел удовольствие и честь погружаться с ним на эту глубину на Адриатическом побережье в прошлом году. И в этом году мы вместе с ним погружались в «Звездном городке». Основатель клуба «Акваглобус» Татьяна Ананьева говорит, в этом году провели масштабную акцию. Инвалиды погружались в гидролаборатории в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в «Звездном городке». Смелость и отважность анапского парня покорили буквально всех. Администрация «Звездного городка», когда услышала Никиту, потом воочию увидели его, потом посмотрели, как он делает. И он был первым нашим, можно сказать, они также это приняли, ассоциация была космонавтов. Прислали ему вот эту медаль. Три-четыре. Раз, два, пять, пять! Никита Ванков занимается подводным плаванием уже год. А вот Михаилу Кириллову, Филиппу Святенко и Игорю Гундерову покорять морские глубины помогал инструктор по работе с инвалидами Алексей Вартанянц. Для них подобное занятие является новым направлением в жизни. Это для них абсолютно иной мир, как у нас говорят, другое измерение. Вот. Хочется, чтобы они продолжали свою деятельность как подводные плавцы, чтобы они повышали свой уровень, квалификацию. Хочется сказать Алексею спасибо за то, что он не просто погружал под воду, показывал там подводный мир, навыки, но и вот за те вот лекции. Потому что дайвинг на самом деле это очень серьезно, это очень непросто и это целая наука. Заместитель Мора Анапуа Людмила Гузенко отметила, наш курорт на Черноморском побережье стал одним из первых городом безбарьерной среды. Создаются необходимые условия доступа инвалидов ко всей социальной инфраструктуре. Сегодня разработали уже и электронную карту, которая будет давать возможность людям в инвалидных колясках, находясь там где-то в Таганроге, либо в Нижнем Тагиле, по электронной карте посмотреть, какие же места он может доехать самостоятельно. Анапа также стала первым городом в России по адаптации инвалидов под водой. Каждый из парадайверов оценил себя в новом качестве, ощутил новое дыхание жизни. Мы рады, что Анапа в этом вопросе стала снова первой. Я всегда говорю, Анапа начинается на букву А, а в алфавите это самая первая буква. Поэтому, наверное, Анапе и надо быть первой. И действительно, это сложилось благодаря тем людям, которые прежде всего имеют доброе сердце. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион.